В дни празднования Карачаева-Черкесии в республике были открыты 12 новых социально-культурных и спортивных объектов. В ауле Каменомост торжественно открыли новый дом культуры. Мадина Каракетова подробнее. Аул Каменомост – один из самых старейших Карачаевой-Черкесии и, несомненно, один из самых красивых. Расположенные в живописнейшем ущелье, питаемый водами Кубани, Каменомост никого не оставит равнодушным. Здесь еще чтят традиции и обычаи. Весомо слово «старейшин», поддерживаются добрососедские отношения, горе и радость аульчане встречают плечом к плечу. И открытие нового дома культуры жители аула планировали пышным. С гостями, угощениями, песнями и плясками внес свои коррективы в планы ковид. Но традиционная красная лента перерезана не менее торжественно. Немногочисленные гости из числа представителей правительства Карачаева-Черкесии и депутатов Народного собрания совершили небольшую экскурсию по зданию дома культуры. Гостей приветствовали старейшины аула. Я безмерно счастлив сегодня. Нашему аулу уделяется хорошее внимание. На встречах старейшины говорили главе республики о необходимости спортплощадки, ФАПа, ремонте школьной территории. Это все сделано. И этот дворец культуры этим зданием особо порадовали нас старшие поколения. Будет место, где мы можем собираться, вести диалоги с подрастающими поколениями, принимать решения относительно нашего села и просто пообщаться по-стариковски. Некогда в Каменномосте действовал сельский клуб. Выходным здесь крутили индийское кино, проходили эстрадные концерты, творческие вечера поэтов, писателей, деятелей культуры и искусства. Но со временем это все сошло на нет и, образно выражаясь, двери клуба были заколочены. В новом доме культуры расположатся всевозможные кружки. Вид для каждого построено отдельное помещение. Предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями. А зрительский зал со сценой способен вместить 250 человек. Особая гордость дома культуры – класс хореографии. Альберт Лакаев, учитель по национальным танцам, многих поколений каменомостцев не нарадуется. Станки. Без станков, без зеркал, хореографии не бывает. Это как дом строишь. Фулдамент какой будет, стены так будут держать. А если вот такого класса не будет, хореографии, танцы не бывает. Раньше мы занимались в этом клубе, в старом. Потом в школе этот старый клуб закрыли. Аварийное состояние. В школе занимались. Теперь будем здесь заниматься. Детей много. Самое главное, что мальчики подтянулись. Всегда бывает так, что от недевачки приходят. А теперь, когда все вот это все увидели, уже и мальчики подтянулись. Жители аула Каменомост в лице Старейшин с долгожданным домом культуры поздравили гости. От имени главы Рашида Борисовича Тимрезова. От себя лично, во-первых, поздравить всех здесь присутствующих с Днём Республики. Сегодня очень знаменательное событие у нас. И поблагодарить всех, кто принимал участие в проведении сегодняшнего мероприятия. Этот дом культуры построен в рамках приоритетного национального проекта «Культура». Анзор Иркенов добавил, что дома культуры строятся во всех селах и аулах республики. Этот вопрос на личном контроле у главы Карачаева Черкесии. Каменомост по праву можно назвать кузнецей знаменитостей. Первый архитектор города Карачаевска Алис Султан Гирюгов, председатель исполкома областного совета Карачаевской автономной области Курмана Ликурджиев, известный писатель Назифа Кагиева, капитан атомной подводной лодки, капитан первого ранга Мурат Алботов, герой России Дугирби Узденов, знаменитые во всем мире спортсмены-вольники, братья Тимрезовы и Караевы. Если продолжить список, получится внушительным. Каменомост имеет еще больше потенциал. Еще многие аульские дети впишут свои имена золотыми буквами в историю России, в том числе и в культурную, и спортивную ее страницы. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Каменомост.